Всем привет, на связи Дед Смоук Фикс, и в этом видосе я покажу вам, как вытаскивать реальную монету на финансовом рынке. Сейчас я провожу тестирование Смоук Фикс Хелпер 2.0, и как раз закрытие очень удачно, успешно у меня происходит. И по сути, просто бомбически я покажу, как, каким образом ловить и импульсы, ловить основные входы. В общем, как вытаскивать отсюда реальную монету. Ну, это просто пушка, начало, мне кажется, просто божественное. Обратно мы возвращаемся к вменяемым суммам, обратно к верному таймфрейму. Но здесь вход на повышение был не просто так, а именно по Смоук Фикс Хелперу Ауткат на повышение 88% после отката. Это просто бомба, это называется бомба, взрыв, разгон депозита. Можно называть всевозможными синонимами, но это было круто. Начало положено. Давайте поднавалитесь сюда лайкосов, сейчас буду рассказывать, как, что здесь работает. В общем, будет все максимально топ. Так, первое. Смоук Фикс Хелпер. Сейчас его ставят на новый сервер мои программисты, так как вчера при его официальном выходе зашло одновременно просто-напросто тысячи людей. И серва, где находился этот алгоритм, он подумал, что его дедосят. Реально. Такое бывает, потому что очень много людей одновременно захотели им воспользоваться. Давайте в этом видео без всевозможных там супер увеличенных сумм. Это чисто для начала все было. В конце видоса сделаю вывод части суммы, потому что столько я не держу, конечно же, на своем счету. Так, давайте с вами приступим. Показываю, как отсюда вытаскивать монету. Ауткат уже отработан. Давайте прыгнем на EURUSD. Просто первая валютная пара. И сюда, пожалуйста, заходим. EURUSD. Пока доступ к Хелперу есть только у меня. Так, давайте выберем с вами EURUSD. Таймфрейм 1 минута, 5 минут, 15 минут. Запускаем анализ. Смотрим на повышение. Но процент такой, достаточно приземленный. Давайте смотреть. На повышение. Внизу область поддержки. Сразу провожу технический анализ, как это правильно должно все быть. Потенциал движения на повышение. Область сопротивления у нас находится выше. То есть цене есть куда стремиться. Локальная остановка может произойти плюс-минус в этой области. Давайте смотреть, отрабатывать абсолютно на такой, знаете, лайтовой, спокойной ноте. Покажу вам, как правильно, верно использовать этот софт. Все никак не могу, к сожалению, найти час, час минимум до времени, чтобы записать большое такое видео. Побольше вам рассказать. Но опять же, ребятули, надеюсь на вашу поддержку здесь. Ставьте лайкосы. Когда я вижу, что вы поддерживаете меня, я просто максимально заряжен на то, чтобы записывать не просто такой обучающий контент, но делать такие здоровые видосы на час, как фильм, чтобы вы смотрели именно на практику. Запоминали, обучались. И все происходило у вас супер-пупер. Так, смотрим на график. Вот, в принципе, это горизонтальная синяя линия. Она до этого обозначала, знаешь, являлась, по сути, такой ключевой остановкой для этого случая, этого случая, здесь происходила остановка, здесь, здесь. Но в большинстве случаев тут очень часто происходили пробития. Везде они, по сути, происходили. То есть ровной линии у нас здесь нет. До этого также происходили откаты, но движение на повышение. Поэтому мы с вами ожидаем пробития этой ключевой остановки синего цвета и движения к этой области. То есть с точки зрения технического анализа здесь все достаточно понятно. Мы не дожидались откатного движения, открылись на самом просто максимуме. Посмотрите, можно даже увеличить и убедиться, что это самый максимум. И сейчас у нас происходит коррекционное движение вниз. Если мы посмотрим в helper, то по правилам здесь нужно заходить на повышение. Как раз после отката в противоположную сторону. Но в своих видосах я вам также показываю, и как не нужно делать. Что нужно делать, если вдруг вы зашли, не дождавшись отката. Поэтому здесь и правильные примеры, и неправильные примеры. Все у нас здесь с вами будет. Так, ну, ожидаем на самом деле просто пробития. До завершения здесь минута. Ждем, когда цена зафиксируется у нас. И пойдет еще выше к этой области. То есть, еще раз, с точки зрения технического анализа, здесь все достаточно понятно. Внутри этой свечи у нас присутствует объем на повышение. То есть, объем на пробитие и дальнейшее движение вверх. Поэтому нам главное зафиксироваться за этой областью. Может быть, в момент компенсации снова движение вверх. Вот это уже будет, скажем так, по нашему. Отлично. Цена уже у нас вернулась к точке открытия. Давайте смотреть. Даже самая неудачная точка открытия, это далеко не приговор. Цена может попереть еще выше. Поэтому поспешных выводов мы с вами делать не будем. Вот то, что нам нужно. Смотрите, 10 секунд до завершения. Нам нужно закрытие за вот этой линией. Отлично. Происходит пробитие. Ну, что, в принципе, абсолютно логично. Мы закрепляемся за этой областью и цена у меня будет стремиться идти к следующей границе сопротивления. Как я это и обозначил. Объем сразу появляется на открытие. Это нормально. Вот это уже ближе к истине. Ну, и кстати, благодаря таким тестам все и получается. Все супер. Было 25, стало 38 тысяч. Да, в конце сразу буду ставить на вывод, потому что это уже слишком много. Заодно и еще раз продемонстрирую вводы, выводы. Потому что людей это интересует. Все те, кто интересуется, как там с вводом, с выводом, ребята, почитайте комментарии. Не знаю, слышно вам или нет, но на улице скорая поехала. Кому-то, может, плохо стало. Может, кто-то перебухал в понедельник и во вторник вызывает себе скорую. А может, вы это вообще не слышали и микрофон этот звук не записал. Но здесь мы получаем плюс. Евробакс. Отличное пробитие. Отличное движение вниз. Отличный SmokeFX Helper 2.0. Так, когда он будет доступен? Я думаю, что в ближайшее время, хотя изначально мы были уверены, что тот сервер выдержит. Но эта проблема чисто со стороны сервера. Наш алгоритм работает просто шикарно. Если стационарно его ставить на комп, он у меня стоит на компе. Все работает, все летает буквально секунда-две. Поэтому там прогеры находят прямо сейчас для нас с вами хороший сервак. Ставят весь софт туда, чтобы он летал у всех, вот как здесь. Не говорит он мне, что здесь есть вход. Давайте это. Это хочется. Тоже нет. Ну, хорошо. Давайте дальше. Давайте просто идти по списку. На будущее мы, кстати, обдумаем тот вариант, чтобы сразу как-то подсвечивались. Подсвечивались, да, такие варианты, где у вас все в одну сторону. Но технически это будет очень сложно сделать для огромного количества людей, потому что очень много будет запросов. Так, что у нас здесь? Три таймфрейма, все три на повышение. OutCHF. Так, ну давайте смотреть, что OutCHF на повышение. Вот сюда, да. Здесь может произойти. Нет, нет, нет. Вот видишь, не иди. Подожди, остановись. Давайте мы откроем. OutCHF. Тут единственное, что с точкой входа, да, ты должен вот как раз сорвок на повышение. Да давайте вход в рынок с чем, знаешь, с чем, по сути, с какими обычно настроениями я подхожу к записи видоса. Я понимаю, что мне нужно вам показывать не только идеальные моменты, идеальные ситуации. Нет, не нужно вам показывать и плохие случаи в том числе, чтобы вы знали, как вам нужно будет реагировать, как поступать, если произойдет что-то такое максимально неожиданно. Смотрим на Покет. Вот, предположим, вы открыли в самом неудачном моменте, тоже где-то на максимуме. Что вам делать? Во-первых, не торопиться. Во-вторых, давайте проведем с вами технический анализ. Так, здесь что от области поддержки? У нас с вами происходит движение на повышение. Все максимумы. Также для наглядности вы можете отмечать себе максимумы. Поверьте, это, знаете, вот внутри чисто психологически это офигенски просто работает. Здесь у нас находилась остановка. Проводим ее в левую сторону. То есть здесь есть объем на повышение. Попытка прийти к этой области уже была. И просто прийти к этой области у нас получилось абсолютно без проблем. Фух. Так, смотрите, даже пробитие было. Поэтому сейчас на повышение, да, окей. Единственное, что у синей линии, да, может произойти небольшое коррекционное движение вниз. Плюс-минус до этой области скопления тоже. Потому что здесь у меня происходила ключевая остановка. То есть вот здесь вот я закрашу даже есть объемы. То есть откат может произойти сюда и будет идти движение на повышение. Это такой самый худший случай, который может произойти. Хотя, если подходить здраво, правильно, знаешь, не использовать Smoke of X Helper как генератор сигналов, пацаны, все будет супер. Девочки, к вам это тоже относится. Так, смотрим. 100 баксов на повышение. Движение вниз. Вот давайте посмотрим, как это выглядит здесь. Так, здесь уже у меня рисование какое-то происходит. Как это выглядит здесь у меня. Увеличим на максимум. Как я сказал, здесь у меня есть ключевая еще одна область отката. И вот откат происходит у меня в эту область. Поэтому 4 минуты. 300 баксов на повышение. И полетели. Теперь смотрите. Я перекрылся. Я зашел на повышение. Почему? Потому что моя цена дошла к области остановки. И если говорить по правильному, то здесь находится скопление. Происходит еще одно пробитие. Я показываю, что делать. Так, только не 3000. Я показываю, что делать. Перекрытие. Все, спокойно. Смотрите. Сейчас это худший возможный вариант развития событий, который, в принципе, мог бы происходить. Да. То есть движение в противоположную сторону. Но давайте все по полочкам. Первый наш вход в рынок. Он абсолютно идет мимо. То есть мы здесь не соблюдали абсолютно никаких правил. Я говорю про правила, которые прописаны в самом хелпере. Тут прописано, как нужно заходить в рынок. Необходимо осуществлять вход в рынок от ближайшего локального уровня при откате в противоположную сторону, при резком возрастании объемов. У нас этого ничего не произошло при первом входе. Но, тем не менее, я открылся. Сразу сказал, что да, хрен с ним. Посмотрим, отработаем. Покажу, что делать, если что-то идет не по плану. Пошло не по плану. Пошло движение в противоположную сторону. Дальше. Смотрите. Движение в противоположную сторону. То есть вниз у меня произошло. И как раз при подходе к этой остановке я сделал первое перекрытие. То есть я придерживался первого правила после откатного движения вниз. Дальше. Движение вниз у меня продолжилось немного ниже. Здесь есть определенные границы, которые обозначают эту ширину данной области поддержки. И мы уже перекрылись на самом минимуме. То есть мы, по сути, здесь придерживались фактически всех правил, которые там рекомендуются. И открылись. И я предлагаю абсолютно объективно считать именно эти два входа в рынок правильными с точки зрения того, какие рекомендации выходят в хелпере. Первый вход в топку. И у вас тоже в большинстве случаев будет происходить минус. Иногда. Вернее, даже не иногда. Но это правда. Вы можете использовать смок FX Helper. Заходить тупо сразу, как только вы видите здесь зеленое. И вы можете легко попасть на серию из 10 плюсов в ряд. Это факты. Но, поверьте, если вы так будете делать, то на дистанции вы сольетесь. Вы сольете все свои деньги, если вы не будете подключать свой собственный технический анализ. Я вам это заявляю очень ответственно, как создатель этого смок FX Helper. Это не кнопка бабло. Это не сигнал. И ни в коем случае не стоит это воспринимать, как что-то волшебное, что выведет вас из ямы, знаешь, где нет денег. Нет денег. И ты такой, опа, смок FX Helper. Это же кнопка бабло. Давайте полетели. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Подчеркиваю, в каждом видео буду про это говорить. Чтобы люди, которые ищут халяву, они уходили с моего канала, потому что они в поисках, знаешь, чтобы здесь и сейчас, чтобы сразу бабки капнули с небес. Я, кстати, не приверженец, знаешь, теории о том, что для того, чтобы заработать, нужно прям пахать. Да, пацаны, выучить технический анализ, понять, как он работает, можно реально там за один месяц интенсиво. Ну, за три месяца. Ну, в худшем случае за полгода. Но понять его реально можно. Понять и разобраться и начать зарабатывать. Ну, это просто факты. Так, первое перекрытие плюс. Супер, 300 баксов я ставил. Еще здесь плюс. Вот это перекрытие, оно было абсолютно по правилам. Абсолютно, со всех сторон. И вот второе перекрытие. 10 секунд. Пара-пара-пам. Что же мы здесь получим? Ну, конечно, движения вниз уже такого не будет. Это тоже плюс. Аут-CHF тоже плюс. Вот так вот. Да, если придерживаться правил, оказывается, что хелпер может быть очень полезной штукой. Но в первую очередь это, конечно же, в плане обучающего контента. Ребята, поднавалите сюда лайкосов. Я постараюсь для вас записать большой видос, где, ну, вы знаете, будет реально много разбора. Именно с точки зрения технического анализа будем подробно разбирать с вами тени свечей. В них скрывается, на самом деле, очень, знаешь, такой огромный секрет. Разберешься, как работают тени, блин, все поймешь. И вот вам снова движение вверх. То есть, видишь, ну, блин, класс. Реально классно все отрабатывает. Так, чуть ли не заканчивал уже запись. Давайте по щелчку пальцев. Я сейчас вот так щелкну, поставлю на вывод и все вам продемонстрирую. И щелчок обратно. Вот так вот. Запрос на вывод успешно отправлен. Спасибо большое. Так, все пополнения за все время. Я не знаю, обновляю страницу. Ну, вот есть же скептики, да, которые думают, что это все нарисовано. Туда-сюда можно попрыгать. Пополнение, выводы, пополнение, выводы. Вот эта вся история за, ну, чуть больше, чем полгода получается. Это тут уже даже близко к году, на самом деле, подходит. Бот, двадцаточка, на вывод, на тезер. Должна прилететь, плюс-минус, ну, сегодня, завтра, днем, я думаю. В общем, ребятули, надеюсь, что видос вам зашел. Ставьте лайкосы, пишите комментосы. Кстати, на комментарии я отвечаю на практически просто все, которые оставляют в ближайший час. Это очень важно, потому что я загружаю видео, я общаюсь с людьми еще, я отвечаю на вопросы. Поэтому ставьте колокольчик, то есть уведомления на канал, чтобы знать, когда выходят видосы, когда я лично, а не то, что там мой менеджер, да, мой админ Лев с вами общается в Телеграме. К примеру, нет на YouTube-канале, отвечаю вам я. Поэтому ставьте обязательно колокольчик, и все будет окей. На связи был Дед, всех обнял, пока.